Всем привет, это 21 век, я Саша Трушель и мы продолжаем рассматривать и тестировать роботы-пылесосы. Сегодня с нами Roborock Robot Vacuum S7. Это довольно новый робот-пылесос и он в себе собрал все тренды робота-пылесосостроения за последний год. Во-первых, это усовершенствованная влажная уборка, потому что все мы с вами понимаем, что просто протирать тряпочкой пол это не серьезно. Поэтому здесь тряпочка не просто ездит, она еще и вибрирует. Во-вторых, к этому пылесосу можно приобрести дополнительно станцию самоочистки, то есть нужно будет очищать уже не контейнер, а саму станцию, но гораздо реже. А еще пылесос очень мощный, в нем появились действительно крутые новые функции. Давайте смотреть. Габариты этого робота-пылесоса такие. Высота 97 мм, диаметр 350 мм. На крышке у нас три кнопки, световой индикатор. Есть контейнер под крышкой, есть контейнер для пыли объемом 470 мл. Его, как и фильтр, можно мыть, и это очень круто. Только добросовестно просушите перед использованием, это важно. Комплектация тут минимальная. Никаких тебе сменных салфеточек, никаких сменных фильтров, да и щеточек запасных тоже нет. Не то чтобы смертельно, но все-таки приятно, когда они есть. А вот здесь у нас сбоку контейнер для воды, и его объем 300 мл. Вот это насадка для влажной уборки, и крепится она вот сюда. Отвечу на ваш вопрос, робот может делать одновременно и сухую влажную уборку сразу, все две. Но по уборке чуть позднее поговорим подробнее. А пока я вам покажу, как тут выглядит турбо-щетка. Та-дам! Вот она. Согласна, непривычно. Мы все-таки привыкли видеть именно щетку здесь. Ну, посмотрим, как она себя проявит на тесте с ковром и с уборкой ламината. Боковая щетка тут одна, и она тоже без щетины, сделанная из силикона. А выглядит робот-пылесос, ну, очень симпатично. По качеству сборки устраивает полностью. Пластик здесь надежный, плотный, приятный на ощупь. По поводу щетки. Она тоже сделана из очень плотного материала, качественного. Это силикон. Ну, очень надежно на ощупь кажется. Ну, и салфетка здесь тоже не тоненькая какая-нибудь, а очень плотная и такая внушительная. Сейчас мы посмотрим, как робот-пылесос справляется с бытовым мусором. На нашу тестовую площадку насыпем всякого разного. Тут и кофе, и песок, и шерсть. В общем, поехали. Ну, тут без сюрпризов. Действительно, с бытовым мусором робот-пылесос справился хорошо, все убрал. Мощность всасывания производитель указывает здесь 2500 паскалей. Но, по ощущениям, честно говоря, он кажется еще мощнее. Особенно это чувствуется при уборке ковров. Вот, посмотрите, несмотря на отсутствие щетины, вполне себе собирает и мусор, и шерсть вот с этого вот коврика. Отойдем немножко в сторону. Вот обычно с большинством роботов-пылесосов как происходит? Если мы хотим провести сухую уборку на ковре, нужно снимать салфетку, включать сухую уборку и вот только там вот езди. Ну, а если мы хотим провести влажную уборку, и чтобы он не заехал на ковер, то, соответственно, нужно в приложении ставить какие-то запреты, стены рисовать, иначе он просто вот поедет мыть благополучно ваш ковер. Ну, а в этом же есть датчик ковра, и это не просто какой-то там датчик, он не просто видит ковер, он понимает, что с ним делать. Он поднимает блок с салфеткой вверх и на ковре производит только сухую уборку. Потом он съезжает с ковра, понимает, о, ковер закончился, опускает мундель с салфеткой и продолжает убирать. Либо только сухой, либо комбинированной уборкой. Ну, такого мы еще не видели. Работает это для ковров с низким ворсом, потому что для ковров с высоким ворсом не хватает высоты поднятия самого модуля. И еще по коврам. Если у вас, ну, очень черные ковры, то вряд ли у вас получится их пропылесосить с помощью этого робота, так как он распознает их как пропасть. Ну, а в пропасть, понятное дело, падать никому не хочется, ему в том числе. Сама по себе влажная уборка тут интересная. Салфетка не просто едет, она еще и вибрирует. Это уникальная технология. Салфетка совершает около 3000 колебательных движений в одну минуту. И, по заверениям производителя, это должно намного улучшить влажную уборку. Ну, что ж, давайте проверять. Вот здесь вот у нас пятна засохшего красного чая крокодэ. Ну что, роборок, справишься? С первого раза не получилось у него убрать абсолютно все, но зато он справился со второго. А я бы сказала так, все-таки влажная уборка здесь больше служит для того, чтобы просто освежить в пол. Да, он делает со своими вибрациями это более тщательно, чем без, например. Но если у вас, ну, совсем въевшиеся пятна, то уж не поленитесь, потрудитесь, возьмите эту тряпочку и быстренько отмойте их сами. Это вам лайфхак от Саши Трушель. Робот может управляться через приложение Mi Home или через приложение Roborock. Такое тоже имеется. Функционал одинаковый, но если у вас, например, умный дом от Xiaomi, то выбор очевидный. Кстати, робот совместим с голосовым помощником Алиса, и поэтому вот эти вот все Алиса, пропылесос, работает. В плане навигации у этого робота все прекрасно. У него есть лидар, он строит, запоминает карту помещений, причем вы в приложении можете эту карту редактировать. В целом по приложению все стандартно. Можно настраивать таймер уборки, можно настраивать громкость голосовых сообщений, вы можете установить запретные зоны, смотреть журнал уборок, управлять роботом вручную и менять режимы. В режимах вы можете настроить мощность всасывания, а также степень смачивания салфетки. А вот что нестандартного, так это история с коврами. Во-первых, они видны на карте. Во-вторых, вы можете взаимодействовать с ними, с коврами, тремя способами. Первое, это избегать их в принципе. Второе, пылесосить с поднятой салфеткой, то есть проводить только сухую уборку. И третье, запустить робот-пылесос с опущенной салфеткой на ковер. Хотя я, если честно, не понимаю зачем. Собственно, приложение здесь функциональное, и вопросов у меня к нему нет. Емкость аккумулятора 5200 мачей. По данным производителя, этого хватает на целых 200 квадратных метров. Но вы должны понимать, что все очень сильно зависит от режимов работы. Мы пылесосили именно средней мощности в помещении площадью 28 квадратных метров. И результаты вот этого пылесошения вы сейчас видите внизу экрана. По отзывам пользователей, для двухкомнатной квартиры заряда аккумулятора хватает на две сухие уборки и одну влажную. Собственно, наш тест о том же. Ну что сказать, пылесос весьма интересный. И, как я уже сказала, в первую очередь это действительно именно пылесос. И довольно мощный. Он хорошо справляется с твердыми покрытиями, а также с коврами с коротким ворсом. При этом на силиконовую турбо-щетку накручивается минимум волос. Очень круто реализовано взаимодействие с коврами. Можно делать одновременно и сухую, и влажную уборку. При этом ковры вообще не пострадают. А когда появится станция самоочистки, то будет вообще топчик. Ну что ж, это был 21 век. Я Саша Трушель и Roborock Robot Vacuum S7, который сегодня нас очень сильно порадовал. Надеемся, наш ролик тоже вас очень сильно порадовал. Ставьте лайки. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok